Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Факью. Я как всегда рад, друзья, дневник трейдера. Мы продолжаем обучаться, друзья, торговле на рынке Форекс. Пятничный день мы закрыли в плюс 700 пунктов. Сегодня понедельник, друзья, немножко я сидел, анализировал рынок, смотрел, что может произойти. Вот как себя может вести рынок, друзья. Пока ничего интересного, к сожалению, на рынке нету. Понедельник, как всегда, такой тяжелый день, да, рынок медленный, потихонечку идет в одну или в другую сторону. Но у нас, друзья, на канале, как всегда, хорошая, позитивная новость. Напоминаю вам о том, что у нас идет и продолжается розыгрыш до конца года. Друзья, мы будем разыгрывать годовой баланс канала, да, сколько денежек канал заработает, то мы и разыграем, друзья, ту сумму мы и разыграем между пятью нашими участниками. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, друзья, надо написать комментарий, подписаться на канал, поставить лайк данному видео, друзья, все очень просто. Также прошу вас подписываться на группу в Телеграм. Телеграм очень хороший мессенджер, очень удобный. И вы не будете пропускать, друзья, ни одного выпуска дневников трейдера. Обучайтесь вместе со мной, так как я считаю, что профессия трейдера в недалеком будущем станет одним, друзья, одной из таких соломинок, да, которую сможет вытянуть человека из безработицы, друзья. Вот если так вот говорить, да, мы видим, что происходит сейчас в мире. В мире сейчас происходит трансформация, все уходит в онлайн. А какая еще может быть лучшая профессия, друзья, в онлайне, чем не трейдинг? Здесь все зависит полностью от вас, от ваших умственных способностей. Вы сами себе хозяева. Это, можно сказать, такой себе бизнес, бизнес онлайн, да, торговля на рынке Форекс, торговля на фьючерсах, торговля на американских акциях. Вот, но мы потихонечку начинаем с рынка Форекс, друзья. Вот, а потом уже будем потихоньку перетекать на американский рынок акций. Для начала, для понимания рынка, для понимания психологии рынка, да, для понимания того, как происходят процессы на рынке. Потому что здесь точно так же, как и в акциях, есть покупатель и есть продавец. Вот, и, как бы, третьей стороны нету, да, то есть одни покупают, другие продают. Но чем приличателен, чем хороший рынок Форекс, да, тем, что он работает круглосуточно, да, у меня нету возможности пока что торговать на рынке акций, друзья. Потому что на рынке акций он открывается в 10 и закрывается вечером в 6 или в 8, я не помню уже точно. Вот, а я как раз пока буду в Польше на работе, друзья, не смогу заниматься рынком акций. Потому что это как раз рабочее время, вот, и просто приходить вечером и делать анализ, ну, такое себе дело, да. А покупать каких-то роботов, которые настраивать под свой стиль торговли, вот, а он будет торговать без тебя, тоже такое себе дело. Потому что надо, чтобы понимание было, надо, чтобы чувство рынка было, да. Поэтому я пока что для себя выбрал рынок Форекс, потому что его можно торговать и днем, и ночью. Вот, рынок Форекс закрывается только на выходные, на субботу, воскресенье. Поэтому продолжаем анализировать и продолжаем работать на рынке Форекс. Для новичков рынок Форекс подойдет как можно лучше, да, скажем так. Для того, чтобы вообще пришло понимание, что такое рынок, рынок драгоценных бумаг, скажем так. Потому что деньги это тоже драгоценные бумаги, да, деньги это тоже товар и тоже драгоценные бумаги. Просто у каждой страны они свои, да. Вот, давайте сделаем коротенький обзорчик по нашим мажорам. Итак, австралиец, как мы видим, у нас замкнулся в канале. Уже пробил был канал 6.8.8.8. Вернее, уровень поддержки, уровень поддержки был пробит. И вот сейчас в этом канале, как вы видите, цена замкнулась. Вот, пока что не идет ни вверх, ни вниз. Вот, но я ожидаю, друзья, отскока. Отскока вот этого уровня перед новостями и во время новостей. Вот здесь можно было бы даже уже и войти в позицию по австралийцу. Ну, 80, ну, пришлось бы соточку ставить где-то, даже 130. АТАРа у нас еще хватает, 400 пунктов АТАРа. Новость по Америке должна выйти, должна выйти в положительную сторону к Америке. Это число проданных коммерческих строений. Прогнозы на эту новость, друзья, у нас хорошие, да. И рынок должен на нее отреагировать, так как это немаловажная новость. И я думаю, будет пробой уровня. Вот, нам бы повыше чуть подходик к уровню еще бы увидеть, словить, да. Чтобы стоп-лосс за вот эти хаи, за хаи пятничные спрятать, да. И чтобы быть тоже не с большим стоп-лоссом. Вот в этот диапазон, если войдет, рынок будет очень хорошо перед новостью, да. Если дадут ему сюда пройти, как мы видим, сейчас он замкнулся в таком небольшом тоже локальном коридорчике. Но потихонечку пихают его вверх. Давайте выставим даже алертик где-то в этом диапазоне. Да, где-то в этом диапазоне. Если цена дойдет, будем от него работать, друзья, на продажу. На продажу со стоп-лоссом 100 к профиту 300. Поехали дальше. Фунт. Фунт, как мы видим, пробил уровень. Да, был вот наша позиция, которая была, как мы видим. В пятницу мы здесь закрылись вручную, потому что цена заменжевалась возле этого уровня. Да, но как мы видим, цена даже и потом еще больше сходила. Еще на 360 пунктов сходила вниз после того, как мы закрыли позицию и даже ретестила и даже протестировала уровень круглый 23.300. После этого вышла и до конца рабочего дня маленькими барчиками закрылась здесь. Также и открылась сегодня. И потихонечку друзья поползла вверх. На маленьких барах поползла вверх. Но сейчас тенденцию переломили на европейском. Это токийская сессия была. На европейской сессии переломили. 13.00.14. И как мы видим, пока что фунт прижимают. Тоже большой соблазн, друзья, войти в шортовую позицию от этого уровня у меня. Но пока что входить не буду. Пока что в шортовую позицию входить не буду. Давайте немножечко камеру поправлю. Вот так. Потому что непонятная здесь ситуация. АТР в большей степени своей уже израсходован. Осталось у нас приблизительно 300 пунктов АТР. Цена за ближайший час подходила опять к уровню. Опять отошла от уровня на 170 пунктов. Очень это все, друзья, опасно. Потому что вроде бы как крепят цену под уровнем. Уже вот один бар. Второй, третий и четвертый бар. Вот если этот барчик закрепится сейчас под уровнем. И будет опять подходить к уровню. То тогда можно будет, друзья, пробовать дальше на шорт. С небольшим каким-то стоп-лоссом. Тоже в районе вот 150-130 пунктов. На 300 пунктов. 350 пунктов. Тейк профита не больше. Вот. По вот этим, друзья, будем хаям ориентироваться. Ну, посмотрим. Опять же, поставим себе сюда алертик. Если цена подойдет пятым барчиком и не выпустят ее вверх. Будем на обратном ходе входить. Так. Канадец. Канадец тоже, как мы видим, был всплеск в пятницу. Да. Был пробит уровень 36610. Подошли к уровню 37147. Четенько, как мы видим, отработался этот уровень. Просто копеечку в копеечку. Двумя часовыми барами. И дальше был отскок обратно к 36610. Тоже, как мы видим, буквально тут с небольшим люфтиком цена, да, касалась. Потом был ложный-сложный пробой, да. И цена обратно в конце дня вышла в средину диапазона. Вышла, друзья, в средину диапазона. Сегодня прижали к этому уровню. И сейчас возят по уровню. Очень тоже большой соблазн, друзья, сейчас войти в сделку на продажу. Сделку на продажу. Почему именно на продажу я рассматриваю? Так, сильно музыка валает, как я смотрю. Сейчас немножечко... Немножечко прикручу. А здесь немножко увеличу. Вот. Почему именно, друзья, на продажу соблазн войти? Потому что, во-первых, уже долгое время у нас идет подъем, да. Давайте посмотрим на 4-х часовике. Здесь вот было что-то похожее на двойное дно. А, хотя нет, друзья, здесь надо пробовать на покупку. Да, здесь надо пробовать на покупку на 4-х часовике. Очень большое двойное дно. 3 тысячи, полторы тысячи в плюс может пойти у нас канадец. Давайте на дневку глянем. Да, причем, что смотрите, что происходит. Пробой двойного дна вот раз, два, да. Всегда ориентировочно смотрят по самой большой вершине. Вот, ну, вот эти обычно хвосты не надо учитывать. Смотреть плюс-минус по точке закрытия, когда вы отрабатываете двойную вершину. Ну, плюс-минус 3 тысячи пунктов. То есть, вероятность у нас того, что цена зайдет у нас в диапазон 38,556. Очень велика, друзья, очень велика. Поэтому канадец, канадец эту картину, друзья, видит все трейдеры на дневном, на 4-х часовом тоже, да. Вот это большое, огромное двойное дно. Как мы видим, двойное дно очень хорошо себя отрабатывает. Даже можно в этом случае сказать на 100% себя отработало, да. И сейчас у нас рисуется на дневке очень большое двойное дно, друзья. И, кстати, вот этого уровня можно, можно даже рассматривать, друзья, и покупку. И покупку. Вот смотрите, как у нас здесь поджимают барчики, да. Каждый бар выше предыдущего. Вот со стоп-лоссом сейчас. Блин, даже у меня очень большой соблазн появился. Вот для чего нужны, друзья, таймфреймы. Надо переходить, переключаться, смотреть на разных таймфреймах. Не появились ли у нас какие-то паттерны, какие-то сигналы на вход в рынок, да, сильные. Потому что на дневке такое большое двойное дно, это очень, друзья, сильный сигнал на покупку. Вот, причем, что сейчас может быть на новости хороший рывок вверх, друзья. И смотрите, какой у нас четко ограниченный канал. Давайте мы здесь все-таки войдем, друзья, на покупку от этого уровня сейчас. Вот, с стоп-лоссом 250, тейк-профитом 750. Вот смотрите, как раз немножко выше, немножко выше нашего АТАра. А там дальше, друзья, будем следить. А там дальше, друзья, будем следить, как пойдет, как пойдет ход событий. Так, что у нас сейчас? Стоп-лосс 230. Сейчас пересчитает на следующем тике. 270 на ватта. Вот, 250 на 750. Все, супер, друзья. Я не знаю, на мой взгляд, неплохая позиция. Неплохая позиция. И если будет отработка двойного дна, а она будет, друзья, с вероятностью 90%, потому что это двойное дно на дневке. Уже сформировано, уже сформирован пробой, друзья. Поэтому вероятность всего лишь 400 пунктов. Ну, обычно двойное дно и двойная вершина любят еще формировать плечика, да, сбоку. То есть, может быть, небольшой отход под плечо. Конечно, стоп-лосс можно получить. Но здесь, друзья, надо стоять на своем. Потому что здесь, ну, очень большой потенциал. Полторы тысячи пунктов. Полторы тысячи пунктов, друзья, это очень хорошо. Это прям... Я не знаю. Я бы даже, может быть... Ну, мой money management мне не позволяет делать такие дела. Но я бы вошел бы, может быть... Я, наверное, буду доливаться в эту позицию. Расскажу вам, каким образом буду доливаться в эту позицию. Когда цена, если цена, вернее, пройдет в нашу сторону, один к двум. Я этот стоп-лосс передвину, передвину в безубыток, да. И следующий, получается, открою с таким же стоп-лоссом, а может быть, даже немножко большим. Открою там 300 пунктов стоп-лосс. Давайте посмотрим. 500, вернее, пунктов. Да, как раз на пробое этого уровня, друзья. На пробое этого уровня со стоп-лоссом 300. Вот. Немножко, конечно, из-за того, что баланс мой всего лишь 1000 долларов, видите, не могу я входить несколькими лотами, друзья, в позицию. В идеале, конечно, когда я разгоню свой депозит до 3000 долларов, я смогу уже заходить, друзья, тремя лотами. И это будет для вот таких вот картин, которые мы сейчас видим, это будет самый идеальный вариант. Почему? Потому что, смотрите, мы входим... Давайте я чуть-чуть увеличу, чтобы было вам лучше видно. Давайте даже еще немножко увеличу. Нет, это уже плохо. Вот так, самый лучший вариант. Смотрите, мы входим как раз от уровня, от уровня двойного дна. Видите? Одно дно второго. От уровня. Как раз вот здесь это был ложный пробой. Мы меряем, меряем линию, линию пробоя. Да, вот она. Вот. Мы входим как раз в позицию от уровня двойного дна. Двойное дно у нас на 3000 пунктов. Да, то есть, если мы от этого уровня двойного дна сейчас бы заходили, друзья, в позицию, заходили бы тремя лотами по 001. Вот. То отсюда, друзья, полторы тысячи пунктов это у нас где-то здесь. Это 50% по минимуму мы смотрим, да. Вот. 50% отработки двойного дна. Вот. И получается, что? Получается, картина следующая, друзья. Получается, а вот как раз, кстати, вот и первый уровень. Тут, кстати, не за что зацепиться, да. Первый уровень у нас здесь, а второй уровень у нас здесь по хаям, наверное, какой-то локальный можно будет провести. О, или вот первый уровень. Ну, уровня у меня здесь два стоит. На 147 и на 557. Это исторические уровни, да. И как мы видим, они совпадают с локальными уровнями. Ну, в общей сложности здесь особо не за что зацепиться. И цена после пробоя вот этого уровня должна хорошо лететь вверх. И поэтому, если бы мы вошли тремя лотами, друзья, первый лот мы бы зафиксировали 1 к 3. Вот. А второй лот мы бы зафиксировали 1 к 5. Давайте немножечко музыку подкручу. А третий лот мы бы зафиксировали 1 к 7, 1 к 8, друзья. Это очень хорошо было бы. Очень красивая модель. Но, к сожалению, money risk management я нарушать не могу. Мы вошли в предельно большой, друзья, предельно большим стоп-лоссом на день. 3%, да. Ну, 2,5% мы вошли в сделку. Поэтому нарушать, друзья, мы не будем. Наш риск и money management. Вот. Просто, друзья, будем работать пока что отталкиваясь от одного. А с 3 числа, кстати, хочу вас предупредить и поздравить. С 3 числа, друзья, мы будем участвовать в конкурсе. В конкурсе на демо-счетах от компании Gerchik & Co. С призовым фондом в 1000 долларов. 55 призовых мест будет. На данный момент 4000 участников зарегистрировано. Я надеюсь, вы будете за меня болеть, друзья. Вот. Поэтому, друзья, с 3 числа у нас начинается активная торговля на конкурсном счете. И я надеюсь, друзья, вместе с вами, вместе с вашей поддержкой, выиграть, друзья, этот конкурс и стать одним из 55 победителей этого конкурса. И получить 1000 долларов, друзья, реальных 1000 долларов в управлении. Ладно, друзья, чтобы не затягивать сегодняшнее видео. И так уже, наверное, минут 20. Да, как раз 20 минут. Я пока что ставлю на паузу. И, друзья, будем смотреть, чем эта позиция закончилась уже. Так что пока что ставлю на паузу. Может быть, включусь, когда выйдут новости. Сейчас вот вам только покажу, что за новость. У нас индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. То есть, вот, видите, был минус 21 незавершенные продажи. А прогноз 18,9. Посмотрим, какой будет 17,00 факт. Если факт выйдет у нас с позитивной характеристикой, друзья, то вероятность того, что наша цена, друзья, пойдет дальше вверх, очень велика. Видите, уже рынок сейчас, вот, как мы вовремя вошли, рынок уже сейчас вот позитивно реагирует за час до новости, за полтора часа до новости, уже сейчас позитивно реагирует на прогноз. Да, пошел пробой у нас, пошел у нас вынос из локального, из локального коридора, который был образован, да, вот этими уровнями. Вот, друзья, вот у нас был локальный коридорчик. Смотрите, вот здесь была формация этого локального коридора. Получается, в четверг вот этот уровень касался, вот, вот. Вот, здесь был ложный пробой этого уровня, а сейчас уже пошел пробой этого локального уровня. Цена хорошо уже вылетела, друзья, на 100 пунктов. Вот, поэтому, друзья, мы сидим в позиции и будем доливаться. Ну, конечно, не очень хорошо, конечно, доливаться, друзья, под уровнем. Тем более, АТАРа у нас немного. АТАРа у нас всего лишь осталось 350 пунктов. Ну, посмотрим. Главное, чтобы цена прошла 2 к 1 к нашей позиции, потому что здесь может быть тоже такой сильный отскок на половину и больше. Даже если мы здесь поставим 300 стоп-лосс, когда этот перенесем в безубыток, да, мы можем этот стоп-лосс как раз и поймать, и потерять половину нашей прибыли, которую мы заработаем за сегодня. Ну, ничего страшного. Будем смотреть. В принципе, двойная вершина должна начинать отрабатывать себя. Должны быть у нас резкие какие-то скачки вверх, да, то есть попытка пробоя уровня уже была. Цена немножечко вернулась вниз. Сейчас вот мы видим, что свеча дневная у нас перешла в зеленый цвет, да, и будут, я так думаю, толкать ее вверх. И сегодня будет попытка, друзья, пробоя уровня 37-147. Вторая попытка пробоя будет. Ну вот, и отработка двойного дна началась у нас. Поэтому, друзья, сидим в этой позиции. Если что, если будем видеть хорошие импульсные движения, может быть, даже просто включу трейлинг стоп, да, там со стопунктовым, допустим, трейлом, и пускай трейлит, и пускай себе трейлит, да, если цена импульсно полетит вверх, потому что вот как по фунту, допустим, да, если бы я здесь в этот момент включил бы трейлинг стоп, да, то мы бы с вами, друзья, еще бы забрали где-то 270 пунктов, да, то есть цена прошла еще на 370-300, ну, короче, плюс-минус 400 пунктов округлим. Если бы мы трейл от этой позиции, трейл включили на 100 пунктов, да, где я закрылся в пятницу, то еще бы плюс 300 пунктов трейлом взяли, потому что цена бы прошла, трейл был бы здесь где-то над уровнем, и обратно здесь бы под стоп-лоссу бы закрылись с плюсовым значением плюс 300 пунктов, то есть 1000 пунктов мы могли бы на этом движении взять. Ну, ничего страшного, и так очень неплохая позиция у нас была, и так очень неплохая прибыль, друзья, у нас была. Сейчас мы канатчик переносим в первый в списке, потому что мы сидим в позиции, а я ставлю на паузу, друзья, для вас это несколько секунд, а для меня это целая вечность, потому что сидеть и наблюдать, как твои деньги то растут, то уменьшаются, да, это такое себе дело неблагодарное, вот, все, ставлю, друзья, на паузу. Итак, дорогие друзья, смотрим. Новость, наша главная, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости выходит в два раза с позитивной, друзья, новостью, да, то есть в два раза выходит в сторону Америки. Прогноз был 18.99, новость выходит с зеленым цветом 44.3. И смотрим, что у нас происходит. Резкий, друзья, скачок вверх от нашего входа. Да, было даже уже 300 пунктов, да, запас АТАРа еще есть, запас АТАРа у нас еще 350 пунктов, друзья. Вот, импульс пошел, переключаемся на 4-х часовой график. Смотрите, пробили мы локальный уровень, который здесь был у нас тоже, да, то есть этот уровень нельзя не учитывать, пробой его произошел, друзья. Сейчас идет борьба за укрепление над этим уровнем. Вот, локальный уровень, это у нас он был 15-го числа здесь. После него цена резко откатилась на 2000 пунктов вниз. Сейчас мы его, друзья, пробили и ожидаем прохода хорошего цены вверх. И я думаю, что все-таки тейк-профит будет достигнут. Хотя АТАРа у нас, друзья, всего лишь осталось 350 пунктов. Но, опять же, нам еще надо будет пройти пунктов 200, да, чуть-чуть выше уровня. Надо будет, чтобы цена прошла, мы перенесемся в безубыток. Вот, ну и до конца рабочего дня уже будем наблюдать, друзья, что будет происходить с ценой. Сейчас был быстрый рывочек, немножко сейчас будет откат, потому что цена не может идти просто стремительно без остановок, да. Немножко сейчас будет туда-сюда юлозиться. Тем более новость вышла, на новостях обычно так и происходит. Этот бар у нас перед новостью был, да, и закрылся. И вот 15 минут назад, как вы видите, 17-16, 15 минут назад вышла новость. Цена немножко подскочила вверх, сейчас немножечко проседает вниз, отрисовываются хвостики. Я думаю, поход дальше будет не меньше, друзья, чем перед новостью, да. То есть 300, еще как минимум 250-300 пунктов цена пройдет, и мы перенесемся в безубыток. Ставлю на паузу и уже включусь по завершению, друзья, сделки, чтобы не растягивать видео. Сегодня 28 минут уже видео, минут 5 оставим, так чтобы было получасовое видео хорошее, небольшое, интересное, да. Вот, а вы пока что за тем временем поставьте видео на паузу, поставьте лайк, напишите, друзья, какой-то комментарий, вот. И не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылки в описании и в первом комментарии, прикрепленному к видео. Все, друзья, включусь уже, когда достигнем тейк-профита или стоп-лосса покажет, рынок покажет, как говорится. Но пока что, друзья, прогноз был правильно сделан, как я вижу, цена пошла в нашу сторону, очень хорошо пошла в нашу сторону. С небольшим стоп-лоссом в 25 пунктов мы вошли, или в 250 новых. Вот, уже, как вы видите, один к одному цена сходила от нашего стоп-лосса, поэтому пока что, друзья, все у нас замечательно. Вот, ставлю на паузу, вы ставите лайки и пишите комментарии. Ну что ж, друзья, надеюсь, там запись пошла. Да, запись пошла. На следующий день, друзья, прошло... Прошли сутки, да, с того времени, как мы вышли в позицию. И буквально вот раз, два, три, четыре часа назад Канадец, вернее, таки выстрелил, друзья. Только выстрелил он в другую совсем сторону. Выстрелил он, как мы видим, в обратную сторону. Дал нам стоп-лосса 250 пунктов. И на 720 пунктов сходил, друзья, вниз, а не вверх. Вот, с чем это связано? Как я анализировал, смотрел. Сейчас вам покажу. Сейчас немножечко график. Вот, рисовалось, рисовалось, друзья. Вокруг 36610 катали, катали, да. Цена сегодня и ходила немножко ниже уровня, немножко выше. Потом в конечном результате опять было, сходила на 300 пунктов вверх. Но вчера она была выше, да, 380, почти 390 пунктов. Но так и не смогла преодолеть, друзья, цену 3700. Вот, как мы видим, да, 36989 и 3700 не была отметка побеждена. Не смогли ее победить. Вот, и цена от этой отметки, видать, уровень 3700. Ну, да, с тремя нулями очень сильный уровень. Вот, от трех нулей, от трех нулей, получается, у нас отбивается цена. И летит очень-таки красиво на 1000 пунктов вниз, друзья. Вот. Правильно ли я сделал, что я оставался в позиции? Я считаю, что да. Не вижу я здесь, по крайней мере, какой-то большой ошибки. Мы двигались в сторону тренда. Раз, два, три, четыре. Четыре дня у нас идет, и шел восходящий тренд. Вот, потом немножко зафлетило. Да, уровень не могли пробить. Возили вокруг уровня. Мы стоп-лосс поставили чуть ниже канала. Да, тем более входили мы тут на пробое уровня. То есть, цену завезли под уровень. Импульса дальнейшего не последовало. Да, вот как сегодня, да, вчера. Не последовало, а наоборот, цена развернулась, и последовал импульс на покупку. Тем более, новости у нас были вчера. Хорошие по Америке. Вот. И получилось так, что цена сходила у нас в нашу сторону на 400 почти пунктов. Потом АТАра силы ходу не хватило. Не было пробоя. Вернее, запас АТАра еще был 200 пунктов. Но цена не захотела дальше идти. Да, не было покупателя. Цена начала возвращаться вниз. Под конец дня я подумал, ладно, типа, ну, как бы, игроки внутридневные, да, трейдеры начали выходить. Поэтому цена плавненько начала двигаться вниз. Опять приезжали к уровню. Сильно ниже уровня цена не пошла тоже, да. Как мы видим, на токийской сессии не было никаких, вот, допустим, вот, как в прошлый четверг, да, там на 300 пунктов сдвигов вниз. А то мы бы уже и стоп-лосс тут хватили, да. Если бы такой бар ночью бы резкий щелкнул. Вот. Нет. Смотрю, цена начала консолидироваться здесь. Потом дальше на маленьких барах прижалась к уровню. Но в 8 часов утра опять был резкий скачок вверх. Смотрю, о, отлично, хорошо. Цена потихонечку двигается вверх с небольшими откатами, да. В 50% движение, потом опять вверх. Думал уже, ну, все, отлично, все, take profit 100%. Нет, друзья, нету 100% никаких движений. А сегодня у нас вот было тройка новостей. Одни по Канаде и две по Америке. И цена рухнула у нас вниз. Как мы видим, на канадских новостях вышли, наверное, хорошие новости по Канаде. Цена вот с этой отметки здесь вот у нас, получается, канадские новости были в 15.30. Как мы видим, бар 15-ти часовой, да, который был в 15 часов. Что это с этой музыкой? То тихо, то громко. Вот, сейчас гляну, какой там уровень. Никак не могу порядок навести с этой музыкой. То тихо, то громко. Вот. И получается у нас следующая картина. Картина получается рэппинг. Что после выхода канадских новостей, они вышли, походу, хорошие, да, и доллар начал слабнуть, друзья. Доллар начал слабнуть, прижали к уровню цену и уже просто с этого диапазона дальше не выпустили. Дальше, походу, были какие-то две плохих новости по Америке. Ну, одна так точно была плохая, потому что мы видим, новость вышла в 17.00. И вот в 17.00 у нас пошло тотальное обрушение на 600 пунктов, друзья. На 590 пунктов. Ну, короче, 600 пунктов, да, потому что цена ходила немножко вверх, а потом вниз дальше даже больше 600 чем-то пунктов цена, да, за один час пролетела. Очень резко. 5 часов. Вот и все. И на этом мы закончились, да, наша позиция закончилась в этой сделке. Ну, ничего страшного, я не расстраиваюсь, все будет хорошо. В принципе, в принципе, прогноз на покупку был правильный, как я вижу, да, прогноз на покупку был правильный, просто не было сильного покупателя, да, который смог толкнуть цену вверх. Вот, и на новостях, на фундаментальном анализе сегодня просто цена 3 новости была и цена провалилась вниз. На этом, друзья, видео сегодняшнее я заканчиваю. Напоминаю, что с 3 числа у нас начинается... Ага, это еще и будет первая пятница, друзья. Это еще и будет первая пятница месяца. О, это будет хорошо. Если будут пейролы, то мы и очень хорошо сможем, друзья, стартануть на конкурсе, потому что на пейролчиках можно нормально стартануть. Ну вот, поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, скоро нас ждет конкурс на 1000 долларов. Все, а я на сегодня с вами прощаюсь, буду загружать видео на YouTube. Всем пока, будьте здоровы, зарабатывайте! Субтитры сделал DimaTorzok